Меня зовут Яков Файн, работаю в компании «Фарат Ассистемс». У нас два стартапа. Один «Фарат Ассистемс» — это компания консалтинговая, на которой работает довольно много людей. Мало по вашим меркам, но по нашим много. 50 человек — Украина, Беларусь в основном. И есть у нас стартап продуктовые. Там мы делаем продукт для страховых агентов. Наша компания «Фарат Ассистемс» не имеет, в принципе, «сейлз пипл», то есть специалистам по продажам, но 8 лет мы имеем работу благодаря вот таким вещам. Благодаря пиару в основном. Благодаря, что-то происходит. Благодаря пиару, потому что выступаем, мы пишем книги, мы пишем блоги, статьи, мы делаем тренинги различные. В частности, материал, который я сегодня вам буду рассказывать, сделан на базе книги, которая выходит сейчас в орали. Она называется, вот она такая зелененькая вот здесь, называется «Enterprise Web Development». То есть книгу мы построили каким вариантом? Мы построили ее, мы разрабатываем одно и то же приложение разными вариантами. И в книге мы это показываем. А давайте на этом фрейворке, а давайте на этом, а на этом. И все одно и то же приложение. То есть человек может сравнить. И примерно то же самое я сейчас попробую сделать в этой аудитории. Тем более, что наш опыт показывает, что джависты достаточно слабо ориентируются в этой области, где фронт-энд, где HTML5, где JavaScript. Я знаю это откуда, не по вас, естественно, я вас не знаю, а мы проводим тренинги. Мы проводим онлайн-тренинги, в частности, у нас есть такой тренинг, который называется «Modern Web Development for Java Programmers». Там 10 воскресенья они занимаются. Первые пять вообще джавы нет. То есть делается чистая разработка на фронт-энде, на HTML. Там мы используем AngularJS. Здесь мы не будем использовать Angular, мы будем использовать другие. Но первые пять занятий сидят джависты, вообще джаву не трогают. Вторые пять занятий мы уже там прикручиваем аукцион. Это все разработка аукциона, фронт-энд и бэк-энд. Но в чем суть и в чем месседж, который я хочу донести до вас? Разработка и того и другого может идти параллельно, если вы работаете в командах. Может быть, отдельная команда, которая делает HTML5, отдельная команда, которая делает Java. Если вы знаете и то, и другое, по моему мнению, ваша стоимость на рынке возрастает, потому что таких людей не так много. Почему-то существует такое мнение среди джавистов, что джава это круто, а вот те, которые джаваскриптом занимаются, это бирюльки. Они типа делают симпатичные менюшки там, мигающие цвета на экране. Это очень далеко от истины. По моему мнению, разработка на джаваскрипте HTML5, по крайней мере, на сегодня сложнее, чем разработка на джаве. А я был и там, и здесь. Поэтому можете мне поверить. Тем более, что мне вам как бы это продавать не надо. Ну вот, теперь перейдем к делу. Значит, у меня такой спаренный доклад, поэтому я отчитаю первые 50 минут, потом мы сделаем перерыв. Пойдете, покурите. А потом я отчитаю вторые 50 минут. Никогда я не читал этот доклад как два кусочка по 50, но я думаю, что это примерно правильно, то есть по этому материалу. Итак, когда компания разрабатывает некий проект, компания сегодняшняя должна всегда думать, а вдруг мне придется этот проект использовать на других устройствах. То есть те времена, когда у всех были в десктопе, в интерпрайзе одинаковые, известные версии компании Windows и есть группа сис-админов, которые всегда поставят на ваш компьютер нужную конфигурацию, они давно прошли. По-моему, у меня там где-то есть другой слайд, но есть такая тема, называется BYOD. Есть BYOB, особенно у нас, например, если в сайте Нью-Джерси, недостаток лицензии на ликероводочные магазины. То есть, если вы захотите открыть магазин, вам не надо дать лицензию, потому что их очень ограниченное количество. Поэтому многие рестораны говорят, у нас BYOB, это называется bring your own bottle. То есть, они тебе разрешают прийти в ресторан со своей бутылкой, они тебе ее откроют и пей на здоровье, но у них просто нет лицензии. А вот BYOD ничего общего с алкоголем не имеет. Но я просто вам, чтобы легче запомнить. BYOB означает bring your own device. Девайс. Подумайте, это вообще кошмар. В 2005 году я работал в одной компании, консультантом. Финансовая компания тоже в Нью-Йорке. Прихожу, сидят как обычно, все нормально, все одинаковые сидят, одинаковые деловские компьютеры. И один выделялся, у него был большой белый монитор компании Apple и компьютер Apple. Это было настолько непривычно, сейчас, может быть, вы бы не обратили внимание, а тогда, ну, в enterprise-сетапе такого не было. Мне потом сказали, что он долго воевал с менеджментом, он считал, что он более продуктивен с таким, и он принес из дома. Он добился того, что ему разрешили принести свой домашний Mac и работает на нем. Сейчас это тренд. Называется bring your own device. То есть, компании даже сами думают о том, какие будут девайсы, которые будут approved, разрешены. И, соответственно, когда вы разрабатываете приложение, вы должны думать, а надо ли, чтобы мое приложение выполнялось на мобильниках, а на планшетах. Если да, то как быть? Какая стратегия должна быть выбрана в компании, чтобы это все произошло? Что значит стратегия? Можно, конечно, сказать, ну, есть Objective-C. Буду для IOS писать на Objective-C приложение. Ну, говорим одно и то же приложение. Ну, допустим, какая-нибудь система финансовая или страховая, или телекоммуникация, не важно какая. Есть приложение, и мы хотим, чтобы люди с разных устройств с ним работали. Иначе мы потеряем бизнес, иначе конкуренты нас будут побеждать. Как подойти к этому? Если, конечно, хорошо быть богатым и здоровым, это лучше, чем быть бедным и больным. Это мы знаем. То есть, если у вас большая компания, если вы можете себе позволить нанять группу людей, которые знают программирование для IOS, и группу людей, которые знают для Android, и группу людей джавистов, и группу людей, которые знают HTML5 для тестопов, если вы можете себе это позволить, ну, прекрасно, а если нет, может, денег не хватает у вас, то как быть, есть ли вариант, чтобы группа людей знала бы что-то одно, и вот это что-то одно можно было бы деплоить на разных устройствах. Это, собственно, то, о чем я сегодня буду говорить. И вот это одно, этот общий знаменатель, если можно так сказать, это и есть то, что называется таким термином HTML5. HTML5, это не просто HTML, как вы понимаете, это набор, это HTML, это Markup, это JavaScript, это CSS, Cascading Style Sheet, чтобы стиль делать, это возможность работать с сервером с помощью Ajax Requests, чтобы не делать refresh pages. Вот этот весь набор, плюс правильный дизайн экранов, чтобы оно работало на разных устройствах, будем называть HTML5. То есть, если мы решим идти с таким подходом, значит, мы себе скажем, весь UI, весь фронтенд нашего приложения будет написан так. И, то есть, скажем, хотелось бы иметь, может быть, один-единственный код, ну, то есть, код-бейс, то, что называется, в идеале. В крайнем случае, две версии. Вы же понимаете, код надо поддерживать. Вы написали его, там могут быть баги. Если у вас есть код отдельно для десктопов веб-приложения, и отдельно для iOS, и отдельно для другого, для андроида, как минимум, то баги могут быть везде, и баги могут быть разные. То есть, надо иметь три джиры или одну джиру, ну, и как-то, в общем, проблема. Ну, в общем, человек, который менеджер, или который отвечает за стратегию в вашей организации, должен принимать решение. Вот на этом слайде написано, что можно делать. HTML5, если сделать сингл-код-бейс для всех девайсов, респанс и веб-дизайн, я объясню, что это такое. А может быть, использовать мобильные фреймворки. Даже здесь есть выбор. Даже если они решат идти с HTML5, даже там есть выбор, как делать. Совсем один код и делать респанс и в дизайн. Либо выбрать несколько фреймворков мобильных, и фреймворки не мобильные. Тоже есть развилка. Дальше. Идти по варианту Native. Мы об этом не будем говорить сегодня, но, пожалуйста, есть такой вариант. Разрабатывайте на Objective-C, разрабатывайте на Java и делайте отдельные версии. И третий вариант – есть гибридное приложение. Гибридное приложение – это когда вы все равно разрабатываете на HTML, JavaScript, но есть вариант его запаковать, пэккедж его так, что оно выглядит, как будто бы оно написано… Ну, скажем, такая же поставка идет в эти магазины, в Apple Store или Google Play, как будто бы вы делали Native Application. То есть, что там делается? Там просто делается такой shell на языке этой платформы нативной. Внутри все равно выполняется такой внутренний специальный браузер. Разработчик все равно пишет на HTML, JavaScript. Но запаковка и дипломент идет в этом shell. То есть, реально, вы все равно можете обойтись одной кодбейсту, что называется. Все равно HTML, JavaScript, CSS – один и тот же можно сделать. Да, и вот эти гибридные приложения, они еще имеют доступ к Native API. Например, нужно, чтобы из вашего приложения был доступ к видеокамере устройства, к примеру. Или еще к акцелерометру, ну, к тому, что есть для нативных приложений. Вот эти гибридные вещи, они дают вам такой мостик. То есть, из того же JavaScript вы можете добраться к камере вашего телефона. Ну и теперь за и против. Native имеют какие плюсы? Они имеют плюсы, что они быстрее работают. Они, конечно же, заточены под конкретный мобильник и имеют полный access ко всем API, которые есть на этом мобильнике. Все компоненты, все ее UI-шное выглядит точно, как будто бы оно свое родное, как будто бы оно изначально писалось для тех же Apple-овских устройств или гугловских, или еще каких-нибудь. Вот. Против, ну, естественно, нужно иметь разные команды разработчиков. Более чем одна CodeBase и более и больше то, что называется этих bugs. Какие платформы сегодня существуют и на чем можно программировать, в принципе, если идти нативным путем? На iOS, Objective-C, C++. Надо программировать. На Android Java, причем тоже Java несколько. Это Dalvik, которая несколько в своей библиотеке и так далее. BlackBerry, смотря какие. Старые BlackBerry на Java, я уже не помню. По-моему, подумайте. Вы можете сказать, меня не интересуют другие устройства. Ну, сегодня не интересуют, а терять рынок никто не хочет. И, конечно, желательно, чтобы везде выполнялись эти устройства. Это, в общем, все такие мысли, о которых нужно думать. Теперь фрагментация рынка мобильных. Facebook в свое время посчитал, они отслеживают, с каких компьютеров логинятся к ним юзеры. Две с половиной тысячи разных, две с половиной тысячи разных устройств. Более того, фрагментация даже внутри андроидовского рынка огромная. Тысяча разных устройств андроидовских используют юзеры Facebook, чтобы залогиниться. Тысяча. Поэтому, как быть? Как писать? Есть в HTML-хедере такая property, которая называется UserString. То есть у каждого устройства, которое оно дает HTTP request, одна из пропертей есть UserString. То есть по UserString можно определить, от какого устройства это пришло. То есть, конечно, казалось бы, можно идти по этому пути. Вы пишете что-то на сервере. В зависимости от того, что пришло в заголовке, что пришло как UserString, в зависимости от этого, вы будете тот код давать или тот код, тот layout, тот UI и так далее. Но это бег за тенью, реально. Это невозможно за всем этим следить и убежать, потому что очень много всего. Соответственно, надо думать, как бы обойтись. Как бы обойтись меньшими потерями. А может быть, не идти по пути, чтобы для каждого устройства писать отдельную версию. Может быть, размеры экрана достаточно. Если ширина экрана вот такая, может быть, не важно, что это Samsung или другое какое-то и так далее. То есть можно так идти. Эта тема, которая называется responsive design. Но одним словом, когда начинается разработка в компании, люди думают, как будем деплоиваться на мобильном рынке. На какой платформе сначала? Обычно выбирается либо Android, либо iOS, как первая Proof of Concept и с этого начинается. Но даже внутри одной платформы, если взять, посмотрите, внизу написано, сравнить третий iPhone и пятый iPhone. Это просто земля и небо. Это два компьютера совершенно различной мощности. Посмотрите на параметры. 256 мегабайт в одном случае, а один гигабайт в другом. Смотрите, как отличается память, процессоры, экраны. Ну просто два разных устройства. Даже нельзя сказать, что на iOS. Даже внутри iOS надо сказать, наше устройство будет работать хорошо, если у вас, например, iPhone 4 или выше. Вот. Ну, одним словом, есть проблема. А что касается HTML 5, если решить, что будем работать на HTML для всех устройств. Какие плюсы? Плюсы – это то, что вы будете пользоваться одними тем же софтом – HTML, JavaScript и CSS. Людей довольно много. Ну, как всегда, сильных мало, людей много, но они есть. Есть рынок, где можно нанять человека, чтобы он работал. Намного проще, чем нанять человека, скажем, на Objective-C. Вот. Все равно его можно потом запаковать как native application с помощью специальных программ. Вот. HTML 5 – огромная комьюнити. И количество информации, которая существует, сравнимо, наверное, с Java. То есть, если у вас проблемы, вы идете на Google, вы находите практически все. Много статей, люди живые, интересующиеся, там очень много народу. Это плюс. Ну, конечно, вы можете, у вас может быть одна, только один код для всех платформ. Ну, в общем-то, это основные плюсы. Минусы – это перформанс. То есть, насколько производительно, хорошо оно будет быстро работать. Понимаете, когда HTML 5 приложение запускается, оно ведь работает в браузере реально, браузере того или иного устройства. Либо это реальный браузер, либо это запакованный в какой-то shelf гибридный, но это браузер. И как быстро там будет этот JavaScript engine, это зависит от устройства. Может быть, чуть медленнее. Дальше. Разработка на языках, которые не компилированы, ну, например, JavaScript, медленнее идет. Мы… В свое время у нас есть одна группа приложений, которая разрабатывалась на фронт-энд, на фреймворке адобовском, Adobe Flex. Компилированный язык, ActionScript 3. Мы работали много лет, хорошо себя очень чувствовали там, в этом языке. А потом, когда стали делать версию приложения этого на HTML 5 JavaScript, мы сразу увидели падение продуктивности программистов. Резко причем. То есть, человек мог сделать столько-то раньше за неделю, а теперь он может в пять раз меньше. Причем, не то, что он не хочет делать, он… Ну, вот такая среда попадает. То есть, это минусы, и об этом нужно знать. Ну, и UI. UI может выглядеть не стопроцентно точно, как UI, если бы вы его писали на нативном языке. То есть, этим тоже надо смотреть. Фреймворки, которые специально заточены под мобильники, они говорят, не волнуйтесь, мы это все уже решили, будет выглядеть одинаково. Будет или не будет, надо смотреть. Ну, и гибридные приложения. Это третий подход, если не брать нативный… Ну, нет, ну, да, третий вообще. Это значит, что вы продолжаете разработать, я уже сказал, на HTML, JavaScript, CSS. Когда время пришло, раз, взяли определенную программку, и вы можете вообще отгрузить свое приложение на сервер. Есть такой сервер, Adobe держит, PhoneGap называется, на базе опенсорсного продукта Cordova. Но есть там такой сервер. Вы просто берете свой код, грузите его туда, к ним, и оно вам, его сразу же делает три запаковки, или четыре, или пять, на разные устройства. Одно под iOS, другое под Android, третье под Samsung какие-то, под Nokia, и там еще что-то у них есть. Вам даже не нужно это изучать. Есть небольшой API, по которому вам расскажут, как к камере добраться, или еще к чему-то. Это третий подход. Люди, с которыми мы разговаривали, которые шли по этому подходу, они говорят, что гибридные приложения работают чуть медленнее, чем нативные. Все равно есть эта небольшая штучка, по которой вы можете определить, что это нечто ненатуральное. Когда-то, я не помню, как это называлось, но есть такой эффект, когда сделали там суперробота, который похож на человека, но выглядит одинаково. И все равно есть какие-то мелочи, по которым скажете, это не человек, это робот. И вот такая же тема примерно идет с гибридными приложениями. Вот вы там пальцем ткнули в эту скролл-бар, но она чуть-чуть не так пошла. Ну вот не так гладенько, как идет на iOS. Понимаете? Казалось бы, мелочи, но люди, юзеры избалованы сегодня и правильно. Раньше, раньше они вообще были счастливы, что что-то работает, что мы им дали. Правильно? Мы джависты, мы крутые ребята, нам надо multithreading, скалирование серверов. Вот, мы там можем наворотить UI. Ну, слушай, пусть они берут все, что надо. Сначала, когда идет выделение денег на проект, мы все улыбаемся, мы все красивые. Но когда уже деньги дали, уже все, уже юзеры бегают за нами. И получается то, что называется «developer's art». То есть, как я где-то там брошуру, комбо-боксы, эти баттоны и все, и пусть будут довольны, что оно работает. Все прошло это дело. Это те же люди. У бизнес-юзеров такие же телефоны, как у вас в карманах. Понимаете? И они не хотят жить одной жизнью после работы, где красивые игры, красивые приложения, а вот приходят на работу, все серое, блеклое и некрасивое. То есть, вам надо уже делать симпатично. Поэтому все эти мелочи нужны. Гибридные приложения, вот здесь я нарисовал такую схемочку, как оно, в принципе, как оно работает. Вот в середке вы тот скрипт, тот код, который вы написали на HTML, JavaScript и CSS, он остается, но он будет находиться в специальном контейнере, выполняться веб-контейнер. Вот это Cordova, это open-source библиотека. Их разработчиков купила несколько лет назад Adobe. Они сделали бренд PhoneGap и PhoneGap Server, который вам будет с использованием этой Cordova. Он все строит, делает пэккеджи разные. Но Cordova сама по себе осталась open-source тоже. И вы можете пользоваться ею, чтобы создавать вот эти пэккеджинги. То есть, ваше приложение будет выполняться внутри их WebView. Они вам дают JavaScript API, чтобы вы добирались к нативным устройствам изнутри вашего JavaScript, который вот зелененький здесь. Ну и все. Кроме того, в PhoneGap можно сделать такую архитектуру, что можно писать плагины. Вот так оно работает. То есть, в результате в этом мобильнике работает вот такая архитектура. Ну и если вы хотите, как я уже сказал, вот я вам сделал примерчик экрана. Зайдете на PhoneGap сервер. Допустим, у вас готово уже. Вы тестируетесь полностью все в браузере. Если нужно, конечно, добраться к устройству, можете эмуляторы ставить. Хотя, конечно, идеально тестироваться на реальных устройствах. Допустим, вы оттестировались. Идете на PhoneGap, там есть кнопочка upload. Берете, отгружаете свое приложение туда. И вот это вот видите, вот здесь такая бар есть внизу. Хотите, можете нажать на некоторые кнопочки, чтобы типа вот эти платформы меня не интересуют. Тогда она вам сгенерит только для тех, которые вы оставили. И все. И потом вы отгружаете себе вот эти вот пэккеджи. Потом берите его, отгружайте в Apple Store, например. Ну, то есть, существуют, конечно, те же самые правила, пока вы должны сделать аккаунт с ними, да, и отгружать точно так же. Вот если они его approve, значит, пожалуйста, берите, продавайте свои чудные игры или еще другие приложения там, написанные на HTML5 в JavaScript. Более того, отгрузите его на гугловский Play Store тоже. Вот так оно работает. То есть, эти вот все варианты, которые перед вами стоят, например, у вас есть. Есть ли у вас какие-то вопросы сейчас по этой части? Есть или нет? По выбору, перед которым вы стоите, как project manager или разработчик. Даже если кто-то из вас, у вас у кого-то есть идея, вы хотели бы сделать какую-то программу или веб-приложение или программу для телефона, вы должны об этом подумать. Как быть дальше, как внедряться на другие платформы, как дебагаться и так далее. Что учить? Один человек не может выучить все, вы же понимаете. Есть ли ко мне вопросы пока? Нету. Хорошо. Есть? – А есть ли тенденция перехода на эти гибридные платформы или все же на нейтинг больше? – Пока то, что я вижу. Люди туда пошли и вернулись. То есть, тенденции нет. Обычно, либо, мне кажется, либо они делают мобильную платформу на фреймворках, которые под мобильные платформы заточены. Например, jQuery Mobile или там Sancho Touch. И отдельно делают на, а еще я молча, JavaScript для больших экранов. Те, которые сходили на гибридные, почему-то потом идут на нативные. То есть, они говорят, все равно мы не получили то, что надо. Но нельзя сказать в общем, это зависит от приложения. Ну вот, теперь давайте поговорим о том, как разрабатываются сейчас приложения. Мобильные. Нет, не мобильные. Вебовские приложения. То есть, мы исходим из того, что мы приняли решение, что будем разрабатывать приложения на HTML, JavaScript и CSS. Вот сейчас мы об этом как раз и будем говорить, и я вам покажу разные версии этих приложений. Ну, пока не конкретное понятие. SPA, Single Page Web Applications. Что это значит? Ну, это тренд в разработке веба везде. Это значит, что, во-первых, нет Page Refreshing. Это не то, что раньше было. Нажал на кнопку, эта пейдж ушла, вторая пейдж загрузилась. HTTP Request, HTTP Response. Как вы знаете, он довольно тяжелый, этот протокол. Тяжелый в смысле байтов. Вам нужна какая-то мелочь, а в HTTP Request запаковалось 200-300 лишних байтов. В HTTP Request там фитюлька какую-то, вы возвращаете совсем немного данных, оно запаковалось еще в 300 байтов. А если у вас тысячи юзеров, уже все оно накручивается. Кроме того, существуют еще определенные проблемы, я расскажу об этом. В свое время, там, 2006 год или 2007 год, все стали заниматься тем, что называется Ajax. Когда не делается Page Request, картинка стоит на месте. Помните, когда Gmail появился, клиент, когда Google Maps появились, было вообще чудо какое-то, потому что как это в браузере? Только вот здесь что-то меняется, в этом уголочке, к примеру. А не надо всю страницу перегружать. Ну, вот этот тренд продолжается. И, то есть, реально получается, это rich client, rich application. То есть, огромное количество логики плюс вся презентация грузится на клиент сразу. А что же тогда остается на сервере? На сервере остается джавовская часть, ну или датнетовская, я не знаю, кто чем занимается. А что между ними бегает? Только данные. То есть, идет тренд какой? Уходить от того, как вы делали в сервлетах или в GSP или в GSF. То есть, что вы делали с сервлетой? Пришел request. В сервлете вы там что-то там нашли нужные данные. В сервлете G вы это все оформили в HTML, правда? И HTML весь сервлета, готовый HTML выплевывает наперед. Это была сервлета. Потом сказали, это плохо. Идет смесь HTML и Java на сервере. Давайте придумаем GSP, Java Server Pages. То есть, отдельные HTML-типа файлики, в которых есть некие теги для JavaScript. То есть, это плюс, это уже как бы шаг в нужном направлении. Какой плюс, что можно иметь людей, которые занимаются UI, они могут ваши GSP редактировать, делать их красивыми, а сам код, бизнес логика все-таки остается у джавистов. Уже лучше. Потом пошли на JSF. JSF Oracle пытается давить, 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 но он не пошел. JSF не пошел, в основном им не пользуется. Но, тем не менее, тренд какой был тогда? Сервер готовит клиент. Сервер готовит код на клиенте. Вся презентация приходит на клиент. Этот тренд уходит. А что получается? Что сразу загрузился красивый фронт-энд с красивыми стилями, с красивыми фронтами. То, что называется типография, я не знаю, как по-русски это сказать. Готовится красивый фронт-энд. Кем готовится? Только не девелоперами. То есть, нанимается специальный человек. И я вам, если кто-то из вас сейчас об этом думает, начинает новый проект, я сразу хочу вам сказать, не пытайтесь дать джавовским девелоперам разрабатывать UI. Они не умеют. Они очень не умеют. Будет плохо. Ну вот. Какие еще плюсы? Загрузился фронт-энд, и у вас есть некий джаваскриптовский код, и у вас есть некий стейт. То есть, какая-то переменная, вы там что-то посчитали, ее запомнили. На фронт-энде. Потом еще что-то сделали, еще что-то подложили, запомнили. А если будете перегружать страницы, вы теряете контекст, то, что называется. Понимаете? Все вот эти ваши заготовочки надо теперь как? Надо как-то организовывать сессии, гонять данные туда-сюда. Проблема. То есть, single-page application имеет многие плюсы. А минусы есть? Да. Какие минусы есть? Но, конечно, изначальный код грузится медленнее, потому что его много. Много CSS, много хорошего, добротного джаваскрипта или нехорошего. Может быть, вы не знали, как делать модуляризацию, то есть, разрезать фронт-эн на куски. То есть, первая часть побольше. Это может быть фактором для медленных нетворков в мобильной среде, где вы можете сидеть на 3G. Это медленно, мы уже это все знаем. Вот. Теперь, search engine optimization. То есть, приложение должно быть, может быть, discoverable. Надо ли, чтобы ваше приложение находили случайные люди? Да, может быть, у вас там пиццерия. Надо, чтобы находили. Или не пиццерия, а другой какой-то магазин онлайновский. Надо, чтобы люди находили. Так вот, в single-page application discoverability страдают. И надо делать кое-что еще. Почему? Давайте возьмем сначала предыдущий пример с традиционной сервлеты JavaScript. Нет, не JavaScript, GSP. То есть, что получается? На клиент приходит готовый HTML со всеми кнопочками, со всеми ссылочками. Правда? Когда Google бот бегает и индексирует страницы, чтобы их правильно подказывать, когда search engine отрабатывает, они берут каждый линк и прокликивают типа автоматически. Да, делают реквест на сервер, и таким образом они индексируют. Они получают данные и правильно индексируют. А что касается single-page application. Что там индексировать, если там кода может не быть? Я специально взял уже extreme. Посмотрите на экран. Это главная страница индекса HTML вашего приложения, если вы будете его писать на фреймворке ExtJS. Обратите внимание на нижнюю часть этого экрана. Body, slash body. Что индексировать? Ничего нет. На кого кликать? Не на кого кликать. Поэтому, что же делать, как же быть? Ежели для вас это важный фактор. Если вы считаете, что ваше приложение должно быть discoverable, значит надо делать кое-что еще. А именно, вы должны подставить для ботов другую версию приложения. То есть, когда Google и другие большие компании понимают, что это проблема. Они тоже как бы не ваши враги. Они это понимают. И они сказали, мы вам дадим user agent вот такой. Например, Google дает вот такой user agent. То есть, когда бот гуляет там по ночам и индексирует, они делают реквесты вот с таким, с такой user string, то вы можете вполне у себя на сервере увидеть, что раз такой пришел ко мне юзер, значит это не реальный человек, а это бот. И значит ему я буду давать не то приложение, которое симпатичное, красивое, красивые менюшки. Ему это даром не надо. А что ему надо? Ему надо выдать правильный текст и ссылочки. То есть, те ссылочки, которые для юзера бы формировались динамически в джава скрипте, для бота мы хотим дать заготовленные заранее. Там не будет никакого css, его уже никто не видит. Понимаете? Но в этом вся идея. Просто помните об этом. Не всегда это нужно. Может быть вы делаете enterprise приложение, которое для своих юзеров, и те люди, которые у вас работают внутри компании, или те люди, которые интересуются вашей компанией и так к вам придут. Понимаете? Поэтому, может быть, это не фактор. Но если это фактор, помните об этом. Вот так. Ну и теперь переходим к нашему приложению, которое я вам буду сегодня показывать разные версии. Плюсом большим этой презентации, ну для вас, если вас это интересует, то, что это приложение идет из этой книжки. То есть, если вы купите эту книжку, то вы сможете детально читать весь материал из моего доклада. Мы именно это приложение там делаем. Вот. Еще один плюс, то, что мы задеплоили все, что я вам сейчас показываю, я вам потом покажу, оно задеплоено на сервере. И все эти примерчики, которые я вам сейчас показываю, вы можете хоть сегодня, прямо здесь, не выходя из зала, со своих телефонов зайти на сервер и увидеть это, как оно работает. Поэтому презентация классная. Вот. То есть, мы делаем single page application. Ну, типа, какое-то charity, благотворительное приложение. Вот. Мы его называли save the child. То есть, допустим, есть больные дети, и мы хотим сделать приложение, чтобы люди могли давать donations какие-то. Есть какие-то компании проходят по стране, где люди там, может быть, в марафон бегут, чтобы собрать деньги там на больных детей. А потом дети, может быть, дай бог, вылечились, и они потом хотят иметь возможность показывать всем остальным свои фотографии, вот до того, после того, видео грузить какие-то и так далее. Статистику какие-то. Вот посмотрите на эту страницу. Это одна страница, которая будет висеть на экране. Она не будет никогда меняться. Но, конечно, будут подтягиваться, может быть, какие-то кусочки. Как вы понимаете, она состоит из нескольких секций, да. Вот, скажем, верхняя часть, вот кнопочка donate now. То есть, если я хочу сделать donation, я нажму, у меня появятся формочки, где я веду свою кредитную карточку, имя, фамилию и так далее. Или вот эта часть слева – это графики. То есть, где там, может быть, сколько мы собрали в таком-то штате, а сколько в таком-то штате. Вот здесь посередке мы сделали интеграцию с Google Mapping API. То есть, можно сделать так, чтобы автоматически ставятся вот эти помарочки, где проходят компании, которые вот donations собирают. Видео сюда можно брать. Вот здесь сверху логин. Здесь тоже какие-то менюшки. Вот мы такое вот себе сделали дизайн, и его как раз будем рассматривать. Но идея в чем? Это single-page application. Оно пришло, а после этого либо Ajax-овские коллы проходят на сервер, чтобы принять какие-то данные в эту конкретную секцию, либо прячется, показываются какие-то кусочки экрана. Вот, например, здесь donate now. Вот если на нее нажать, то вот эта картинка слева с этим текстом, она заменится на формочку. Как это сделано? Это сделано в CSS, Cascading Style Sheets. То есть, там можно прятать, показывать куски экрана. Но то есть, не будет идти взаимодействие с сервером. И эта страница не будет refreshed полностью. Это given, как говорится. Это дано. Но вот мы вот такие версии сейчас посмотрим сегодня. Первая версия приложения. Просто чисто HTML, JavaScript, Ajax-овские коллы. Вторая версия приложения. Я вам скажу, какие проблемы в первой, и скажу, что такое Responsive Web Design, какие принципы, чтобы оно нормально выглядело на разных экранах. Третье. Посмотрим на jQuery Library. Есть такая популярная очень библиотека jQuery. Это все еще мы на десктопе, хотя Responsive Web Design это уже везде. Потом покажу вам другой вариант с другой популярной библиотекой, более тяжелой, но это уже не библиотека, а фреймворк, называется XJS. Потом вам расскажу о проблеме, что приложение может быть большое, и желательно его порезать на куски и не все грузить сразу. Это называется modularization. На модуле разбивать. Потом вот последние два варианта jQuery Mobile и Senture Touch. Это фреймворки для мобильников конкретно. Вот это мы как раз и рассмотрим с вами сегодня. Ну и кто чем занимается в нашей команде? Веб-дизайн обязательно. Еще раз повторяю. Грамотный веб-дизайнер это очень важно. В идеале, если вы можете нанять веб-дизайнера, у которого есть опыт работы с мобильными устройствами. У веб-дизайнеров есть портфолио. Нанимаете фрилансера или кого-то другого, всегда просите их портфолио. Веб-дизайнер может либо уметь только нарисовать красивые экраны какими-нибудь фотошопом и выдать вам результаты картинки. Либо он может сделать мокап какой-то экранов с помощью какого-то тула. Я вам покажу, какой мы используем. А если вам сильно повезло, он еще знает HTML и немножко может быть JavaScript. Тогда вообще идеальная ситуация. Он вам выдаст не только картинки, а уже какой-то прототип приложения, которое можно поднять в браузере. Там кнопочки работают, ссылочки работают. Они выдают какую-то билиберду, но они работают. Поднимите руки, если у вас есть такие люди, кто-то среди вас, которые так работают. Есть кто-то из дизайнеров, которые знают это все? Как называется по-русски эта профессия? Не верстальщик? Чем отличается веб-дизайнера от верстальщика? Вот, видите, верстальщик берет картинки и режет их в HTML. А вот есть такие люди, которые и картинки тебе сделают и порежут. Это какой? UX Experience. Значит, называется UX Designer. User Experience Designer. Хорошо. Значит, я должен этот слайд поправить. UX Designer. HTML5 Developer. Опять, если у вас нет такого гуру, значит, отдельного, наймите. Ну и Java Developer, который знает бэк-энд полностью. В общем, можно делать разработку параллельно, естественно. Джависты могут работать над своей частью, а эти ребята над своей. Wireframing, то есть подготовку, мы пользуемся тулом, который называется Balsamic Mockups. Сильный, хороший, простой, популярный тул. Дешевый. Раньше было как? Сидишь в кафе. Кафе сидишь. Нормально пока. Сидишь в кафе и на салфе, рисуешь, обсуждаешь дизайн страничек. Вот это вместо салфеточки вот эта штучка годится. Она заточена под то, чтобы быстренько сделать прототайп. То есть вот такой, примерно, прототип мы получаем, скажем, от дизайнера. Вот он сказал, что вот здесь надо лого поместить сверху, а тут будет менюшка, а вот здесь будет видео плеер справа, а это будет кнопка, может быть с каким-то лого, donate now. Внизу будет картинка с картами. Ну вот в таком виде он может дать нам. Потом кто-то должен из этого сделать, как вы говорите, нарезать HTML. Но не только это, еще надо сделать CSS, подумать, какие будут фонты, цвета, размеры, все это продумать очень аккуратно и внимательно. Ну вот, и теперь давайте попробуем первую версию, я вам покажу. Первая версия использует только HTML, использует JavaScript, CSS, Ajax и JSON. JSON – это формат передачи данных. Я не знаю, знаете вы его или нет, но вместо XML данные оборачиваются в фигурные скобочки такие. Property там есть. Знаете все, наверное, или не знаете? Тут все продвинутые. Почему? Те, кто на конференции, все продвинутые. Ну, извините, тогда я через 5 минут пролистаю слайдики, да и все. Я не могу так. Я всегда скажу из того, что люди почти ничего не знают, потому что это нечестно. Нет? Хорошо, извините, извините, не хотел никого обидеть. Как я мог подумать, что вы не знаете JSON? Может, вы еще знаете, что такое JAX-RS тогда? Версия. Какая разница между JAX-RX 1.1 и 2.0? Прошу. Кто-нибудь? Хороший вопрос. По-английски. Именно так говорят. Когда не знают ответа, говорят good question. Правильно, очень хорошо. А я знаю, но не скажу, потому что это не тема доклада. Хорошо, верю, уже верю. Хорошо. Смотрим структуру проекта слева. Ну, индекс HTML где-то там внизу, там есть. Это наша главная страничка. Main.js – это джаваскриптовский кусочек главный, в котором будет код. Дальше. Для имитации здесь есть директория data, и в ней будут несколько файликов джейсоновских просто сидеть. Один будет показывать, хранить данные, ну, типа эмуляция, где кампании проходят для вот этой статистики, вернее, для карты, для гугловской карты. Дальше chart data – это будет для графиков, для чартов. Есть что-то у меня… А, джейсон пи, это я другой показывал пример. Не обращайте внимания. Дальше. Мидия. Тоже для того, чтобы тестироваться, взяли, сохранили несколько файликов, там, видео каких-нибудь в разных форматах, чтобы проверить, работают ли теги HTML5. Кстати, могу вам сказать, что HTML5 – нормальная рабочая версия, поддерживают все браузеры. Мы сегодня уже стараемся не рассматривать людей, которые сидят на интернет-эксплорер 8. Да, мы не рассматриваем. То есть, если на девятом работает, уже достаточно. Вот. Теперь, что еще? Имиджи, какие-то картинки, которые поддерживают страничку, фонты, если надо, и стили, style.css. Вот это все, что здесь есть. Никаких дополнительных фреймворков здесь нет. Как добираются, как берутся данные? В данном случае мы берем данные из вот этих вот моковских файликов, да, которые локальные, чтобы тестироваться, чтобы не зависеть от серверов. Вот обыкновенный Ajax, стандартный JavaScript. Вот. Создается XML HTTP request. Потом он открывается и пытается потянуть данные из файлика. Если они потянулись нормально, то ReadyState4 означает, что все было хорошо. И мы, значит, вынимаем текст, который пришел, в данном случае из одного из этих файликов, который придет, и, скажем, покажем на консоли или, может быть, в какой-то камбо-бокс или еще куда-нибудь поместим. Вот это все, что есть. Кстати, кто из вас знает, откуда вообще, кто придумал это все дело, связанное вот с этим асинхронной подтяжкой данных без рефреша страниц? Кто и когда? Правильно, правильно. Microsoft. 99-й год, когда они решили сделать для Outlook, помните, их email-клиент, возможность, чтобы с веба смотреть. И вот они тогда придумали, что можно подтягивать данные без рефреша страниц. Потом уже Firefox решил себя заимплементировать это дело, и оно пошло, пошло, пошло. Да. Ну, значит, работаем в IntelliJ IDEA. Хорошей IDEA вы знаете, как джависты, но он еще и хороший для джаваскрипта. Не только для этого, он поддерживает разные языки. Если бы вы занимались только джаваскриптом, тогда можно купить у них же. У JetBrains, WebStorm называется. Выглядит точно так же, ну, только без джавы. Хорошо поддерживает джаваскрипт, CSS, все поддерживает. Если у вас уже есть IntelliJ IDEA, сидите в ней. Eclipse отстает сильно в этой области. Кстати, очень хорошая поддержка у того же Microsoft. Если кто-то из вас работает с Visual Studio, у них шикарно сделано все для джаваскрипта. Но, тем не менее, IntelliJ IDEA, несколько модулей у меня. Они называются как chapters. Эти chapters соответствуют главам из книги. Вот. Вот это вот первое мы рассмотрим. Там тоже в каждой главе нарезка идет от простого к сложному проекту. Ну, вот возьмем этот проектик номер 5, открываем его в браузере. В хроме мы работаем в основном. Вот. Есть некие, ну, тут разрешение не то, что надо, что, кстати, надо учитывать. То есть, реально у нас resolution вот у этого проекта маленький. Да, поэтому появились скролл-бары вот эти, да. Вот это все появилось. Но, тем не менее, страничка работает. IntelliJ IDEA, кстати, идет с внутренним инвентированным веб-сервером. То есть, вам не надо ставить никакой веб-сервер, вы только открываете его в браузере, оно уже, фид идет через их внутренний веб-сервер, что тоже удобно. Вот. Одним словом, есть некое приложение, оно работает, и что-то там показывает. Донейт нау нажмешь, видите, у меня поменялась картинка. То есть, какая-то секция была спрятана. Весь HTML состоит из кусочков, да, из таких, что называется div. div, slash div, а между ними какая-то секция экрана. Ну, вот в этом div, скажем, один был сделан invisible, другой был сделан visible. И поэтому у нас та картинка, допустим, я знаю, нет лейтера, она опять поменялась. Что-то visible, что-то invisible, причем это делается в CSS. Человеком, который по вашему терминологии, по вашей, называется верстальщик. Он должен знать хорошо CSS. Причем последние версии, CSS, третьи и так далее. Ну, вот, короче говоря, что-то есть и работает. Давайте посмотрим быстренько немножко на код. То есть, это обыкновенный HTML. Ничего здесь такого хитрого нету совершенно. Слева. Это JavaScript. Все, вернее, HTML в основном. Дальше, в JS-фолдере, разбивка проекта. Вот, есть какой-то набор функций. Вот, ну, как бы у нас не курс по JavaScript, поэтому я не буду сейчас особо останавливаться. В общем, есть курс, который, код, который загружается сразу. И в нем есть разные секции, которые поддерживают разные вещи. Вот это логин, например. Сверху там были какие-то компоненты. Потом, вот это про донейшн. Про кнопочки. То есть, назначается ивент хендлеры, когда нажал на кнопочку, спрятал и так далее. Показывай форму, прячь форму. Ну, такие все вещи. Дальше там идет Google Maps. Google публикует свое API для JavaScript, для разных языков, для Java тоже. Ну, вот, пожалуйста, то есть определяется на базе данных, которые мы в данном случае считали с файликов локальных JSON. Там стояли координаты широта и долгота каждого места, где проходит какой-то ивент. Считывая эти данные и используя Google Map API, можно сразу же на карте показывать флажочки, вот эти маркеры, чтобы сразу люди видели, где это. Это делается довольно просто. В общем, есть API. Одним словом, есть некий JavaScript, потом assets. В assets проекта у нас есть CSS-овский файл небольшой пока. Вот он он. То есть, отступы идут сверху, снизу, всякие пэддинги, стилизуются, скажем. Ну, вот такие вещи, опять же, нужно знать. Вот, например, вот такая вещь. Что это значит? Это значит, что если будет на HTML элемент UL, another list, а внутри него будет LI, то есть list item, то тогда у него будет такой стиль применен. Дальше. Вот такие вещи, если вы будете видеть, это такие специальные моменты, пока еще не все браузеры поддерживают стандартные HTML5. То есть, есть такие замены. Они их называют ШИМу и еще. Что делать, если вдруг у юзера будет Microsoft? Дальше. Размеры фонтов. Размеры могут быть по-разному. Могут быть в пикселях, что плохо, говорю сразу. А могут быть в так называемых EM-ах. Это относительно размера фонта. Будет на другом устройстве, EM будет меньше. И, соответственно, ваш весь дизайн сожмется правильно. То есть, надо уходить обязательно от пикселей. Ну и так далее. Цвета. Ну, в общем, все вот это в CSS обыкновенном есть. Все это есть. Ну и достаточно. Фонты, имиджи. Я же говорю, вот здесь есть какие-то… Вот это видео. Просто мы сохранили здесь джедемо. MP4, OGV, WM. Это все разные форматы. Вот такой проект. Работает. Дальше. Вернемся к слайдикам и поговорим о проблемах. Или сделаем перерыв, наверное, по времени, да? По времени, да? Давайте сделаем перерыв 10 минут. Только не опаздывайте. Редактор субтитров А.Семкин